Привет всем участникам Олимпиады i2iCode! Сегодня мы узнаем чуть больше о программировании, задавая вопросы прошлогодним участникам. Вот сейчас у нас выпуск про i2iCode. Ты участвовал, да, в прошлом году? Да, в прошлом году участвовал, дошел до финала. Было весьма прикольно, хороший опыт для себя, для роли программиста. Было здорово. А на каком ты языке писал? Основной на джаве. На джаве? Да, на джаве. Ага, понял. А сколько там этапов вообще было, какие там задачи были? Поподробнее есть? Ну, Олимпиада у нас началась к концу ноября. Составлялась она из трех этапов. Первый этап был, ну, такой, отборочный, легкий. На втором было немного сложновато. А вот на третьем у нас уже была офлайн-встреча со всеми, как бы, организацией. И было очень прикольно. Можно было писать на Python, на C++, и на джаве, и на паскале тоже. Хорошо. Блится вопрос для тебя, как участнику бывшего iCode. Что такое компилятор? Компилятор — это, как бы, приложение, в котором ты тестишь свой код, работает ли он или нет. Благодаря компилятору ты понимаешь, где ошибка в твоем коде и что надо вообще исправлять. Понял. То есть без этого компилятора никто не может, ни один программистер не сможет написать код? Да, да, да. Получается так. А сколько ты группы? Я из группы SCS — это кибербезопасность. А чем ты там занимаешься? Мы создаем программы, которые будут внедряться для защиты и обеспечения программной защиты в наших системах. Как я понимаю, ты участвовал в прошлом году на олимпиаде iCode. Это верно? Да, да. Расскажи про свой экспириенс. Ну, для начала я расскажу, как вообще я узнал про эту олимпиаду. Мне друг рассказал то, что Астанаити университет устраивает олимпиаду, Астанаити iCode. И как раз-таки после этого я решил то, что можно попробовать. Там как раз и обучались с нуля программированию, что как раз для меня было большим плюсом, потому что я не понимал, как это все работает, как это все организовывать, как писать программы. Там давались курсы по C++, но в олимпиаде можно использовать такие языки, как C++, Java, Python и Pascal. А на каком языке ты сам писал код? Я писал по C++, потому что как раз курсы шли по C++. И как? Сложно было? Ну, я прошел отборочный этап, но после этого дальше не прошел. Но для меня это было большим опытом, потому что это дало мне надежду и какой-то свет на этот университет. Ага, и курсы, они были при университете, правильно? Да, да, да. Ага, и через эти курсы, получается, у тебя какие-то базовые, да, понимания насчет этого языка выстроились? Да, конечно. Это меня и вдохновило на поступление в Астанаити университет. Ага, а сейчас программируешь на C++? Да, как раз первый курс у нас начинается с того, что у нас введение в C++, и как раз мы на этом языке и пишем. А у тебя есть опыт вообще в программировании? Да, в прошлом году, когда я еще была битурентом, узнала про эту олимпиаду и решила себя попробовать, не имея никакой базы. Но пройдя бесплатные курсы, я прошла отборочный тур. Но несмотря на то, что я не прошла финал, все равно это для меня был бесценный опыт. Сразу говорю, что первый тур был не очень такой сложный прям, но последние задачи были сложноваты для меня, как для начинающего программиста. Я сам кодил на Python, и в начале были задачи про прибавление с переменами, с использованием переменных. И были циклы, да. А вот расскажешь всем остальным людям, кто разбирается в программировании, кто не разбирается в целом, что такое программирование? Это процесс создания программ, разных программ, игр и так далее. И программист это тот человек, который создает эти программы и программирует, да. Все понял. То есть, basically, программирование заключается в том, чтобы кто-то, вот один человек, используя какой-то инструмент, как язык программирования, там C++, Java, да, еще какие есть. То есть, вот он берет этот язык и через него пишет какой-то software, то есть, какой-то код, и делает, чтобы это приложение, которое он создал, это работало и выполняет какие-то базовые функции. Да. В рамках олимпиады i2iCode наш университет проводит бесплатные курсы по программированию для всех желающих. В наших курсах есть видение C++, где мы рассказываем о том, как скачать и установить нужную среду разработки. Все ссылки с видеоинструкциями доступны в описании к этому ролику. Если вы уже разобрались с установкой, тогда можете непременно приступать к нашим лекциям. Желаем всем удачи на первом этапе олимпиады.